В студии программы «Наше утро» Елена Брыдкова и Дамир Назиров. Мы не только ведем утренний эфир на телеканале УТВ, но и активно участвуем в праздновании Дня Города. Вот. Вот моя соведущая Елена в компании коллег по медиахолдингу УТВ в минувшую пятницу вышла на подиум в рамках парада МОД на Кировке. Ну, это было великолепно, за исключением дождя. Так страшно было, что мы все промокнем. Ну, справились? Справились. Ну, отлично. Я так переживал. Ей-богу. Ну, давайте посмотрим фрагмент видео, а затем встретимся в этой студии с профессиональными стилистами. Вот сейчас Павел как раз комментирует, кто на площадке. Промо-редактор и Дарья Годунова сейчас. Те люди, которые делают новости, те люди, которые за кадром работают, вот такие вот яркие. Александра Порыгина мы видим в черном костюме. Астрологический прогноз от нее самый правдивый и самый добрый. Только для тех, кто смотрит УТВ. Елена Бридкова, ведущая программы «Наше утро» ежедневно по будням с шести до девяти. На нашем телеканале продюсер программы «Наше утро» Светлана Золинова. Все образы представлены на подиуме, подобранной стилистами торгово-развлекательного комплекса «Горки». На моделях новинки осенней коллекции магазина дизайнерской одежды «Гланс», европейского бренда «Манго» и «Хибай Манго». Модные образы от магазина «Бифри». Все комплекты с показа будут размещены на сайте «Горки.рф» с комментариями стилистов. Над образами работала парикмахерская студия Регенды Бондаренко. На дворе осень, пора обновить гардероб. А как правильно подобрать новую вещь, чтобы она была не только модной, но и сочеталась с другими вещами, нам расскажут сегодняшние гости. Это директор по связям с общественностью ТРК «Горки» Светлана Идрихинская и стилист Алена Зайцева. Доброе утро. Доброе утро. Ой, дружно так. Светлана, ну вот, например, да, решила я обновить гардероб. Почему стоит посетить большой торгово-развлекательный комплекс? Ну, во-первых, это сразу много удобств. Начнем с парковки и местонахождения. Практически центр города, большая парковка. В любое время можно приехать и с пользой провести свое время. Даже, в том числе, всей семьей. Посетить множество российских марок, международных марок, посетить семейно-развлекательный центр или кинотеатр. Ну и, естественно, пообедать вкусно в кафе. Да, если шоппинг затянулся, то заодно и пообедите. Конечно, подкрепиться с новыми силами к бою. За моду. Ну, а вот нам известно, что у вас есть такая, так называемая, услуга шоппинг со стилистом. Что она из себя представляет? Вот я ее видела, по честности сказать, но не решилась. Я подумала, наверное, это очень дорого. Расскажите, пожалуйста. Для наших покупателей услуга абсолютно бесплатная. Так, прекрасно. То есть вы можете запланировать свой поход к нам в торговый комплекс, договориться. Записаться, да? Записаться на то время, когда вам будет удобно. И вам выделяется именно два часа. Вы знакомитесь со стилистом, ставите задачу, что вы хотите решить с помощью покупок в нашем комплексе. То есть какую-то конкретную вещь, либо собрать полный лук или несколько луков. За два часа-то невозможно же все собрать. Наши стилисты могут все. Да. И, соответственно, вы знакомитесь, и стилист помогает решить вам вашу задачу. А вот скажите, пожалуйста, Светлана, нужно какую-то сумму определенную сказать, на которую ты хочешь приобрести себе гардероб? Или это зависит от того, каким образом тебя увидит стилист? Ну, в принципе, вы можете, конечно, обозначить стилисту бюджет, который нужно уложиться. Да, потому что есть большой выбор марок. И, естественно, у каждой марки своя цена образования. Поэтому сразу обозначив, вы просто упростите задачу стилисту и себе. Меньше будете ходить в наших больших галереях. Вот. И, соответственно, после этого стилист уже выбирает те марки, куда следует идти. Ален, ну а вот к вам тогда вопрос. Этой осенью что модно носить? Вот всегда любят люди листать, смотреть, что модно, какой цвет или какой... На самом деле трендов в этом сезоне очень много. И практически любая девушка сможет найти что-то для себя близкое. Тезисно прям вот могу сказать эти основные моменты. Только тезисно. По верхней одежде, которая сейчас актуальна в грядущем осенне-зимнем сезоне, тоже каждый найдет для себя свой тренд. Если это шуба, то дизайнеры в этом сезоне предлагают нам немножко похулиганить. Подходят к меху с юмором и наносят на него принты. И даже цветочные. Будет вас согревать, да. Летнее настроение холодными зимними днями. А цветовая гамма какая-то обозначена каким-то образом? Цветовая гамма, в принципе, по сезону, как обычно у нас институт цвета понтона обозначили. То есть выбирайте, какой хотите. Десять цветов есть? Десять цветов есть. Каждый найдет для себя что-то близкое. Там достаточное количество таких базовых цветов. И серый очень хороший. Два оттенка синего тоже замечательные. Есть такой очень сложный цвет талп называется. Это такое серо-коричневый. Он на самом деле, несмотря на свою сложность, он очень универсальный и много с чем комплектуется. Ален, а вот с головными уборами, как вот платки, шапки, что модно в этом году? К головным уборам я бы подходила с точки зрения все-таки, что подходит человеку. Потому что, да, трендов очень много. За ними не уследишь. Можно и платок надеть. Актуальные будут шапки. А у мужчин какие тенденции в этом сезоне? Есть какие-то предпочтения? Или они тоже меха с цветочками? Как никогда в этом сезоне актуальны дубленки. В принципе, и мужские, и женские. Для нас это очень актуально в наш сезон. Пуховики. Причем пуховики в этом сезоне чем необычнее по крою, очень объемные, тем лучше. То есть такая экстравагантность приветствуется. А вот скажите, пожалуйста, вот если у тебя есть старые вещи, ну даже мамины, да, то есть периодически мода же возвращается, да, витками, как говорится. Можно ли одевать старые вещи и обязательно их нужно сочетать с чем-то новым, какую-то изюминку добавлять? Или вот можно прям вот что-то такое взять из 60-х, 70-х и пойти? Да, несмотря на то, что сейчас очень актуальны 80-е, 90-е и даже 70-е до сих пор не сдают свои позиции, но лучше эти вещи все-таки купить из новых коллекций. Чтобы они были с каким-то... Да, потому что, во-первых, у них совершенно иной крой идет уже как бы на современный лад. У них будет другая фурнитура, другие ткани. И несмотря на схожесть силуэтов, вещь будет выглядеть свежей, современной, а вещь, которая там пролежала в шкафу с 80-х годов, она будет выдавать все-таки свой возраст. Светлана, ну вот еще один вопрос к вам. Вернемся к вашей акции, да. Она с какого периода по какой проходит в торговом развлекательном комплексе «Горки»? Вообще мы ее начали с 1 мая, и она все лето успешно действовала. Настолько, что мы решили ее продлить. А запись вперед на сколько там? Вот если я сейчас обращусь... Все очень комфортно, в свободном режиме. Наши покупатели могут звонить и записываться по номеру ТРК. Хотела бы отметить, что нет никаких обязательств нашего покупателя делать покупку. То есть, конечно, мы призываем... То есть, если клиент не согласен с тем, что ему подобрал стилист, да? Или по каким-то причинам не может? Ну, это возможно. Я думаю, что Алена подтвердит. Такое иногда может быть и бывает. Себе сложно принять порой в видении стилиста. Но вообще все отзывы были только положительные и восхитительные. Я бы сказала... Спасибо огромное за столько советов. Сегодняшнее утро. Я думаю, что наши телезрители обязательно к вам придут, и вы им поможете. А я напомню, что сегодня мы говорили о моде с директором по связям с общественностью ТРК «Горки» Светланой Идрихинской и стилистом Аленой Зайцевой. Далее пришло время новостей.